Всем привет, Сергей Слориды. Я делаю отчет по гитаре. На данный момент она находится во вполне игральном состоянии. То есть можно сказать, что ремонт закончен успешно. При этом косметика меня изначально не волновала. Поэтому то, что гитара выглядит, мягко говоря, некрасиво, это у меня сомнений нет совершенно в этом. Буду ли я какую-то косметику доводить или нет, я не знаю. Честно говоря, сомневаюсь. И почему я все-таки обязательно хочу довести эту гитару до ума, несмотря на то, что я еще две гитары купил с тех пор, как эта сломалась. Дело в том, что у нее оказался широкий гриф. Вот те две, что я купил, оказались с узким грифом. И ни на одном веб-сайте, который продает гитары, или в объявлениях, где частные продавцы, никто нигде не пишет, какой ширины гриф. А ведь зависит очень игра от толщины пальцев и толщины грифа. Наверное, у меня пальцы толстые. В общем, я привык к этому грифу. Я буду, конечно, эту гитару еще уже довел до ума. Но я еще буду это делать, продолжать. Потом объясню. На данный момент я уже делал шесть работ по ней. Вот эти вот работы я сейчас буду перечислять. Изначально проблема была, это поднялся гриф, и расстояние между струнами и ладами было слишком высокое. Вот я начал выкапывать анкер, то есть два края. Думал, его надо менять, что сорвалась резьба. Потом выяснилось, что, кажется, проблема не в анкере. Вот следующая проблема, с которой я начал воевать, это проблема с поднятой декой, то есть верхняя крышка поднялась там, где гриф заканчивается. Поставил туда очень мощную планку, размером приблизительно 2 см на 1 см. Она, наверное, раз в 10 сильнее тех планок, которые там стоят. Вот, и практически выровнялась. Там очень-очень маленькое углубление осталось, было очень большое. То есть в этом была вторая проблема. Так, здесь, как вы видите, я еще поставил два болта на пятку грифа, чтобы держать его от поднимания. Вот, если вы помните, на старых советских гитарах стоял такой регулировочный болт. Так что никакого открытия здесь я не сделал. Пытался как-то повторить вот этот вот дизайн. Так, следующее, несколько проблем в подставке. Это отставала подставка. Вот, и я выбрал самый, наверное, некрасивый вариант. Я просто поставил пару болтиков. Это первый вопрос тут решал. Второй вопрос я решал. Сломались пару пенечков. Как они называются, я не знаю. Отлично, два болтика подошли вместо них на 5 мм. Вот, то есть это второй вопрос мимоходом, который пришлось решать. И третий вопрос я выдернул металлический порожек здесь, который был. И таким, и пропилил ножовочкой такие вот канавки. Таким образом я еще опустил струны где-то, наверное, ну, на миллиметр приблизительно. Вот. И что я собираюсь сделать, я уже заказал себе порог от электрогитары. То есть вопрос с регулировкой струн я собираюсь кардинально решить. Вот, если кто-то не знает, на электрогитарах стоят такие пороги, которые регулируются отлично. И взад-вперед, и вверх-вниз. То есть каждую струну можно будет отлично отрегулировать, идеально. Вот. Куплю себе рубанок. Промерю необходимую высоту установки этого порога. И вот этот старый порог, старую подставку. Правильно, подставка, наверное, по-русски. Вот. Старую подставку я либо буду снимать полностью с помощью утюга, как на интернете показано, разогрев делать. Либо я буду рубанком его стачивать, подставку эту буду стачивать до той высоты, до которой необходимо. Что касается подставки с электрогитарой, так там вообще очень простая установка, потому что там она стоит на нескольких болтиках. То есть нужно будет соответствующие дырки просверлить. И снизу можно подставить либо любого размера шайбы, либо сделать пластину деревянную, либо металлическую. И таким образом обезопасить эту подставку от срывания в будущем. Так что посмотрим. Но хочу повториться, что на данный момент все играет как надо. Вот. Я доволен результатом. Высота немножко великовата, но вполне приемлемая. На шестой струне 3,5 мм. На первой струне 2,5 мм. Но я все-таки буду до победного конца добивать. А так, последнее приключение с этой гитарой. У меня сломался колок второй струны. К счастью, у меня уже новые колки были. Вот. Один колок я уже поменял до того, как задолго. Вот. Так что я нашел вот этот свой запас и поменял второй. Но мне все же лень было тогда менять, когда я купил полный комплект. Вот. Теперь вот жду. Наверное, не по очереди будут ломаться. Все. Пока. На этом желаю удачи. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok